Иоланту в Михайловском театре еще с весны анонсировали как самую громкую премьеру оперного сезона. Если вы любите искусство, вам к нам. Сюрприз это точно. Сюрприз, потому что такой Иоланту они не видели. Мне кажется, я сама буду удивляться сегодня всему происходящему. Это называется авторский театр, то есть нужно знать, куда идешь. Вам будет о чем подумать, потому что Иоланта в нашем прочтении это опера-притча. Если вы идете на Желдока, нужно понять, что будет Желдок. Андрей Желдок, известный весьма эпатажной режиссурой, в опере дебютировал именно на этой сцене. В Михайловском несколько лет назад он ставил Евгения Онегина, который разделил публику на два непримиримых лагеря – поклонников и противников. Но в итоге получил золотую маску. Теперь Желдок снова взялся за Чайковского – его последнюю оперу, судьба которой на театральной сцене всегда была непростой. СМЕХ 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 На эти решения этот спектакль не легко, не просто. Во-первых, музыкально – это вершина Чайковского, это сложная партитура, трудно петь. С другой стороны, по сюжету, это очень непросто, скажем так, поставить. Поэтому у нас такой будет, я бы сказал, абсолютно нетрадиционный спектакль, который воплощает в себя много чего из творчества Чайковского. Зная творческий почерк Андрея Желдока, было бы странно ожидать, что режиссер оставит Иоланту и ее приближенных в далеком Средневековье. Ни королевского замка в стиле XV века, ни рыцарских доспехов на возлюбленном Иоланте в Одемоне в его постановке, конечно, нет. Однако драма, которая разыгрывается в душе Иоланте, от этого не меняется. А на сцене среди героев появляется сам композитор, наблюдающий за слепой девушкой, которой суждено влюбиться и прозреть. Маэстро Петер Ферранец угадал вот эту прозрачность этой музыки, то есть он ее очень бережно подает. То есть в нем нисколько есть такая вот фанатичная привязанность к любви, к тому, что вот она хочет прозреть, сколько больше фанатичное такое, может быть, в чем-то даже упование на Бога, скажем так. То есть Иоланта в нашей постановке, она говорит больше о высоких страстях, высокой любви, больше к Богу, наверное. Постой, постой, прийди ко мне, прийди поближе. Не платишь, почему? ПЕСНЯ Каждая нота этой оперы, она настолько наполнена смыслом, то есть я считаю, что это вообще одно из самых гениальных произведений Чайковского. То есть нет ни одной лишней ноты, нет ни одной лишней паузы, про которую можно было сказать, ну, проходное место. Для меня эта музыка, ну, совершенно невероятная, это космическая какая-то музыка, абсолютно. Вариантность музыки Чайковского такова, что позволяет посмотреть на эту музыку с разной стороны. Я уверен, что это не идет в разрез с музыкой, это может идти в разрез с чьими-то устоявшимися стереотипами. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Режиссер Андрей Желдок таким образом это видит, таким образом в это проникает. Ну, в конце концов, это авторский театр Желдока, и поэтому это его отношение с Чайковским. ПЕСНЯ Что касается моей роли Бригитты, как обычно в традиционных постановках, мы же пели эту оперу, обычно это как такие сопутствующие товары, которые рядом стоят с Иолантой и как-то реагируют на ее настроение, не более того. Здесь у каждого персонажа выписана психологическая роль. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Моя героиня, она в разных ипостасях выступает, чтобы передать вот эти разные грани одного человека, а может это не один человек, может это несколько. Ну, это есть такая многовариантность, и вот этим мне это очень нравится. ПЕСНЯ Это гимн внутреннего мира Иоланты, это той любви и тому свету, который внутри Иоланты. Тот свет, который внутри нее, он больше, он объемнее. Мир, который внутри каждого человека, он больше и объемнее, чем мир, который нас окружает. Ну, такая концепция. ПЕСНЯ 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 Петр Ильич, он очень современен, в принципе, для меня просто вот такое ощущение, что я вот его знала. Я пела его много романцев, я пела «Пиковую даму», я пела с такими людьми уникальными, как там Елена Васильевна Набрасцова. Поэтому я как-то к этой музыке у меня всегда особенное чувство. И он, видимо, вот в этом, может быть, произведении пытался примирить мирскую любовь с божественной. ПЕСНЯ Такие спектакли тоже бывают, они тоже нужны. У него есть желание взорвать какие-то стандарты. Если посмотреть его спектакли, можно увидеть очень много аллюзий, много похожих вещей. Когда мы работали, видите, очень много, он ставит очень образно. У него везде есть какие-то намеки, аллюзии, знаки. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Спектакль о выборе, который делает человек, который вдруг получил какие-то возможности, который прозрел, он становится перед выбором вернуться в свой мир, который гармоничен и комфортен для души. Либо рвануть вот в этот мир, который перед ним открылся со всеми его прелестями, со всем тем, что может исковеркать внутреннюю гармонию. Поэтому таланта в нашем спектакле выбирает тот мир, который был у нее раньше. ПЕСНЯ 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 что то, что мы можем взять с собой на другой мир, это знание и любовь. Так что любовь остается конечная, как без любви. Чайковский в то время увлечен философией Спинозы, изучает его труды и, как признается в письмах к племеннику, все более восхищается этой личностью. Именно отголоски идей Спинозы о неделимости плотского и духовного композитор находит в пьесе датского драматурга Генриха Герца «Дочь короля Рене», где слепая принцесса влюбляется и вместе с ее душой меняется и ее тело. Она обретает зрение. Финал по-прежнему остается светлым. Иоланта была и осталась переполнена светом внутренним, божественным. Вот, собственно, это одна из главных мыслей этого спектакля. Что человек физически может не видеть света, но внутри у него такой свет, который никогда никакой зрячий человек не увидит. ПЕСНЯ 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 Режиссер – это соавтор, это создатель своих миров. Вот если бы я был директором театра, у меня была бы задача, как сказать, донести мысль автора, донести мысль Чайковского, то я бы не позвал никогда Желдока, потому что это другая история. А если мне интересно сделать экспериментальный спектакль, который раскроет разные какие-то пути понимания этого произведения, и мне интересен режиссер Желдок, то я зову режиссера Желдока. АПЛОДИСМЕНТЫ